Девятое мая. Священный день для людей всех поколений. Всенародный праздник со слезами на глазах. Сегодня мы собрались здесь, у мемориала неизвестным солдатам, чтобы почтить память защитникам Москвы, погибших в 1941 году. 6 мая у монумента неизвестным солдатам, над которым уже много лет шефствует МКБ «Факел», прошел торжественный митинг. В нем приняли участие работники и ветераны предприятия, муниципальные депутаты, представители духовенства и учащиеся химкинских школ. Уже не первый год мы мероприятия сделали из более скромного в более масштабные. К нам присоединилось руководство и сотрудники Центра ядерной медицины. И, конечно же, так сложилось, что здесь находится именно этот мемориал, мемориал павшим, который защищали Москву в 1941 году. И мы считаем это своим долгом не забывать. Монумент находится на территории Института ядерной медицины. Его работники тоже приняли активное участие в митинге. К слову, в Институте проходят лечения пациенты со всех уголков страны. Монумент героям Великой Отечественной войны, которую мы каждый день видим из окон своих кабинетов, мотивирует нас работать с полной самоотдачей. Ведь в каком-то смысле мы тоже боремся за жизни людей. Людей, столкнувшихся с серьезными онкологическими заболеваниями. Своё выступление подготовили и учащиеся 30-й школы, а также 9-й гимназии. Ребята читали стихотворения, пели песни и показывали военные зарисовки. Всем ветеранам, одержавшим победу и подарившим нам мир, посвящаем. Всем, кто работал в тылу, всем тем, кто никогда не видел войну, посвящаем. Чтобы помнили, чтобы поняли. В конце мероприятия торжественно возложили цветы к монументу. Как отметила муниципальный депутат Инна Монастырская, в Химках большое внимание уделяют сохранению исторической памяти. Несколько лет назад в Химках был создан портал «Химки. Все для фронта, все для победы». В своей работе он объединил активных жителей. Мы собрали огромное количество интервью наших ветеранов, детей войны. Все эти материалы хранятся на портале, можно послушать живые голоса, можно прочитать истории, рассказать их своим детям. Поэтому это очень важная задача передавать память тех событий подрастающему поколению. Торжественный митинг у памятника неизвестным солдатам показал, что химчане помнят и чтут подвиг тех, кто защищал страну 80-летий назад. А значит, связь поколений не рвется. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ.